Мелодия скульптуры, открытие уникальной выставки, драгоценный подарок уже тысячелетнему городу и поистине историческое событие в его культурной жизни. Сегодня редко, где можно увидеть целиком и полностью экспозицию, посвященную этому виду искусства. Организаторы отмечают, в создании экспозиции большое сложное дело, впрочем, как и профессия скульптора, которая требует любви и полного растворения в своей профессии. Выставка, как я уже говорила, она как подарок, действительно, потому что такого уровня выставки, да еще скульптуры, у нас достаточно редко бывает в городе Бресте. Я думаю, все-таки, в первую очередь, причина этого тысячелетия, что они посетили, привезли свои работы, они абсолютно разные, они показывают нам, именно еще раз показывают о исключительности такого вида творчества, как скульптура. Около 47 авторов из Беларуси представили 65 скульптур, которые, по их мнению, являются лучшими работами. Таинственность и многогранность, экспериментальность и новаторство, философичность и загадочность. Творческий посыл мастеров прослеживался в каждой работе, в каждой детали. Сегодня скульптурный круг художников не очень велик. Однако есть еще те, кто своим энтузиазмом пытается возродить искусство создания шедевров застывшего момента. Всего скульпторов в Беларуси где-то 110 человек. Это не такое большое количество, я говорю это с людьми глубоко пожилыми и, опять же, до молодых авторов. Это тяжелый труд, конечно, тяжелая профессия, которая требует большой самоотдачи, влюбленности в нее, посвящения себя всецело этой профессии. Для людей, которые присутствуют здесь на выставке, работающие присутствуют здесь на выставке, это их жизнь по-настоящему, творческая большая жизнь. Только, будучи преданным скульптуре, можно находиться и оставаться в ней. Хотели показать возможный максимальный диапазон того, что на сегодняшний день происходит в белорусской скульптуре. То есть, в масштабе, в рамках этого небольшого относительно выставочного зала, можно ощутить, увидеть глубинные процессы, которые на сегодняшний день происходят в белорусской скульптуре. Насколько она меняется, какие темы, какие идеи волнуют современных белорусских художников. Один из художников выставки – Леонид Тарабука. Мастер, известный в скульпторском деле, отмечает. Представить свои работы на выставке подобного уровня – хорошая возможность для всех авторов. Талантливому скульптору удалось в своей работе не упустить ни одного момента, который бы мог отторгнуть всех заинтересованных. Его современный арт и дизайн просто невозможно не заметить. Оценить работу скульптора смогут и люди с инвалидностью по зрению. Главное для Леонида Николаевича – идти в ногу со временем. Я представил, что Луна состоит из двух элементов. Если в реальной жизни это не так, то я, в принципе, как скульптор могу их разделить на две части. И потом, в чем продвинутость этой работы? Это арт-дизайн, это интерьерная работа, рассчитанная минимализм, потому что нас окружает огромное количество информации кругом. А это работа для людей с ограниченным зрением. Это тактильная скульптура. Каждый, кто посетит выставку, обязательно услышит застывшую мелодию творческой фантазии мастера, воплощенную в неповторимых скульптурах. Выстава, она являет собой такой добрый огляд того, что есть сегодня на Беларуси. Некоторые работы, повеличенные в иншем материале, могли бы быть поставлены в нашем березе, в инших городах Беларуси. Я меркую, что и в инших мостовских центрах Европы могли бы заявиться. Так что уражение неприемное. Я ожидаю поспехов нашим мостакам.